Мы бачим, в принципе, черву с шлацик, я как разумею, у вас реально ситуация очень тяжкая. Да, ситуация тяжкая. Насколько величезный наплыв, насколько высоченный высоченный набит? Можете покомментировать всего? За сутки мы принимаем по 50 пациентов. Это очень большая нагрузка, пациенты паникуют, персонал паникует, нагрузка очень большая и очень тяжелая. Персонала хватает? Оснащения, оборудования, расходных материалов хватает? Мы всем обеспечены. По персоналу, конечно, не могу сказать, что в полном объеме мы обеспечены персоналом, потому как врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал тоже, как вы понимаете, тяжелые люди. И какая-то часть из них сейчас тоже будет. Какова нагрузка на каждого сотрудника? Очень большая. Работает бригада. В бригаде три врача, один из которых анестезиолог, и два врача, которые занимаются непосредственно приемом пациентов и осмотром. Можете прокомментировать историю с тем мероприятием, которое лежало в конечных операциях? Объясняю. Отделение начало работать с 27 числа, вы все об этом знаете. Нагрузка сумасшедшая. Действительно, пациенты умирают. Персонал не всегда успевает вовремя это сделать. Одновременно есть такие моменты, когда умирают несколько пациентов. Мы увидели нас в гвардии. Для чего? Что вы можете объяснить? Да, для того, чтобы родственники пациентов не заходили в красную зону. Потому как не всегда есть возможность охраннику, сторожу с этой ситуацией справиться. Либо младшей медсестре, санитарочке, родственники прорываются в красную зону, а мы с ними имеем потом конфликты. Это неправильно и такого быть не может. Сколько у вас есть всего для коронавирусных больных? Сколько у вас заново? И как быстро наполнилось? Вроде бы люди говорят, что у вас больная. За сутки 50 человек приема. В сутки 50 человек. Но в первый день вроде бы как у вас 90 или сколько было принято? Да, 90. За первые двое суток 90 человек мы приняли. Ну почти двое суток. Вы не думаете, что отказываете? И по каким причинам? Нет, мы не отказываем. Причин таких нет. Принимаем всех, кто в этом нуждается. В первую очередь это средние тяжести, тяжелые пациенты. Можем отказывать только тем пациентам, у которых сатурация позволяет это сделать. Рекомендуем им обращаться к семейным врачам и наблюдаться дома под наблюдением семейных врачей. Такие моменты есть. Средние тяжести, тяжелые, мы никому не отказываем. А по поводу аппаратов ИВЛ. Люди приезжали со своими аппаратами? Нет, с ИВЛ никто не приезжал. Речь идет, наверное, все-таки о концентраторах. Концентраторы у нас есть. Кислородные точки, потоковый кислород тоже есть. Сейчас это работает уже 24 точки. До конца недели их будет 40. Криоцилиндры будут установлены тоже в количестве 4. В настоящий момент мы работаем баллонами кислородными. Их у нас 18, 10 стоит на рампе. Это в постоянном режиме. Люди их меняют, переставляют. И работа идет. Скажите, а из-за того, что пациенты поступают в очень тяжелом состоянии? Только по этим причинам. Из-за тяжести состояния. В последний момент, что-то запас прочности, каков сегодня у больницы. Сколько резервов осталось? Ну, что вы имеете в виду резервов? Ну, койко-места на эти резервы. Койко-места. Значит, вы знаете, что у нас еще одно инстационарное отделение на Лидерсовском, на Бульваре 11. Там сейчас находятся пациенты только с подтвержденным уже диагнозом. То есть здесь мы принимаем педозру, так называемое обсервационное отделение. Когда мы выявляем уже положительный результат, переводим пациентов для продолжения лечения там. Поэтому оборот этот идет, и койко работает. Не можете сказать, что каждый раз меняется? Что именно? Количество свободных. Ну, конечно, конечно, в течение дня. Это обороты. Почему мы это спрашиваем? Потому что родственники пациентов говорят, что место освобождается только когда человек умеет. Нет, это неправда. Я вам объясняю тактику работы, что при получении из лаборатории положительного ответа мы их переводим в свое стационарное отделение на Лидерсовском. При получении отрицательного ответа мы их переводим в терапевтические отделения города, другие больницы. Это 11-я больница, 1-я, 10-я для продолжения лечения по банальной пневмонии. Спасибо. Спасибо.